Всем привет! С вами снова Александр Абрамян и поздравляю вас с наступившим 2018 годом! Сегодня в преддверии новогодних праздников хотелось бы поговорить о семейной фотографии и ее ценности. В течение всего года мы добросовестно выполняли свою работу и сохраняли самые важные моменты для наших клиентов. Так как мы с женой свадебные и семейные фотографы, 99% съемок направлено именно на это. Людям важна память, начиная от съемки дня рождения, заканчивая свадьбой. Все время мы фотографируем чужие семьи, наших клиентов и стараемся сделать это хорошо и качественно. Сейчас Новый год, очень много съемок проходит в студии. Ребята очень часто приходят с родителями, многие даже с бабушками и дедушками. То есть тренд фотографирования семьи сейчас возрастает, и это правильно на мой взгляд. Очень много девочек-беременяшек, то есть на этапе беременности тоже они хотят это все запомнить, запечатлеть. И сейчас это все работает именно на качество и на память. То есть мы делаем качество, люди это видят и все стремятся сохранить свои важные, самые важные моменты в жизни на фотографиях. Больше на фото, чем на видео. А теперь скажите мне честно, у вас есть профессиональная фотография с вашими родителями? И если есть, где она находится? Напечатанная она и стоит где-то на камине, либо она где-то на флешке валяется, либо она вообще ее не существует. Банально фотографии с женой, с любимой девушкой, без разницы. Даже сейчас у многих даже нет просто своего хорошего портрета, просто себя любимого. К чему я это все веду? Ребята, мы фотографы. Мы обязаны сохранить вот эту память для своей семьи и для себя в первую очередь. Для клиента это все правильно и это хорошо, но мы всегда забываем про себя. Давайте эту тему исправим. У нас у всех есть друзья, фотографы, коллеги. Давайте просто выделим бюджет и сделаем семейную фотосессию. Это нетрудно, это недорого. К тому же, если вы обращаетесь к коллеге, то это всегда будет либо большая скидка, либо вообще по бартеру. Я предлагаю запустить этот тренд, чтобы фотографы фотографировали друг другу семьи. Это правильно и это будет памятно. Чем старше мы становимся, тем меньше фотографий в семейном архиве. Когда я был маленький, меня водили в фотосалон. Кажется, тогда это был образцовый фотосалон, естественно, на пленку, с постоянным светом, с фонами. И у меня есть эти фотографии, где я маленький, как бы валяюсь в чем-то там красивом. Но главное, что она есть. В этом году я сам стал папой и кардинально пересмотрел все свои взгляды на семейную фотографию. Я специально записываю этот ролик, даже с опозданием, было очень много моментов, но это не важно. Сейчас, пока идут новогодние праздники, у всех выходные и так далее, тому подобное. Не поленитесь, заброньте студию, пофотографируйтесь дома, но уделите время себе и вашей семье. В тему о своей семье и близких людях. Это, во-первых, можно сделать как подарок. То есть, подарок для вашей семьи будет такая фотосессия, всем понравится, я вас уверяю, это будет нужно. И вы потом, через год вспомните, что это здорово. Я вот практикую уже второй год подряд, фотографирую семью на фоне елки. Ничего сложного, ничего гениального, но эта память – это здорово. Так, в тему о подарках. Сейчас Новый год, дальше будет Рождество, ну и в принципе. На Новый год я жене подарил разгрузку. То есть, обычная разгрузка очень круто выглядит для фотоаппаратов. Жена была в восторге. Ребята из Харнес Групп, я заказывал у них, потому что и моя разгрузка там. Она, во-первых, ну почему именно они? Сейчас много разных контор, которые делают разгрузки. Они мне очень нравятся, потому что, когда ты ее одеваешь, она на тебе сидит очень уверенно и красиво. Я видел много разгрузок, ну и мерил их. Такое ощущение, что они как-то сняты с убитого товарища, они висят, болтаются, что-то непонятное. По качеству претензий никаких нет. Я в ней второй сезон уже хожу. Ничего не откручивается, не болтается, то, что камеры там вылетают, улетают. Это просто, ну грубо говоря, несоблюдение ТБ, либо вы не следите за разгрузкой и уже фурнитура вот эта расшаталась, разболталась. То есть, в нормальном состоянии разгрузка нормально сохраняет вашу камеру. Есть пару лайфхаков, я потом их запишу, как бы, как следить за разгрузкой и как ее настроить под себя, чтобы было удобней. Так вот, ребята из Харнес Групп по этому поводу делают всем подписчикам скидку в 10% в течение всего января. Вы просто пишите им, ссылка будет в описании. Пишите им, поздравляете их с Новым Годом и пишите промокод на стиле. Просто там, хочу быть на стиле или просто на стиле. Дальше с вами уже начинают общаться, вам все подскажут, все расскажут. Разгрузки реально офигенного качества, выполнены очень хорошо по доставке, по изготовлению, мега быстро. То есть, я вечером написал, через 3 дня у меня разгрузка уже была. Я написал из истории, срочно до Нового Года надо сделать разгрузку для жены. Она была в наличии, но если ее нет, мастер изготавливает ее под вас, это тоже не занимает много времени. Вот, если вы сомневаетесь, брать себе, не брать, ну вот долго думали, как у меня было когда-то, я долго думал, надо, не надо. Вот сейчас самое время, берите, не пожалеете. Это красиво, гости на свадьбе всегда обращают внимание на ребят в разгрузке. Это удобно, потому что две камеры повесили, руки у вас свободны. Это разгружает спину, собственно говоря, основная ее задача. И вы выглядите красиво, это всем нравится, и вам это удобно. Как бы, если хотели, не думайте, как бы, если у вас все нормально, если хорошая разгрузка, вы за ней кое-как, ну, хоть как-нибудь следите, ничего у вас не отлетит, все будет хорошо. Если у вас есть там жена-фотограф, я не знаю, или муж-фотограф, кто-то близкий фотограф, и у него нет разгрузки, просто возьмите и подарите. Это тоже будет подарок на 5 с плюсом. По большому счету все, ролик не должен получиться сильно долгим. Ставьте лайк, подписывайтесь, и в новом году я вам желаю, вам и вашей семье, что немаловажно. Я желаю только счастливых моментов, самого-самого всего наилучшего, крепкого здоровья и побольше радостных мероприятий и событий. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok